мы видим рекламного агента за работой мистер блум положил свою вырезку на стол мистера на нетте прошу прощения советник сказал он вот эта реклама вы помните для ключи мистер на нетте поглядел на вырезку и тевнул он хочет чтоб поместили в июле продолжал мистер блум не слышит на железные нервы фактор наставил свой карандаш минутку сказал мистер блум он бы кое-что хотела изменить понимаете ключ и и он хочет два ключа наверху адский грохот может он понимает что я фактор повернулся готова выслушать терпеливо и подним локоть неспеша принялся почесывать подмышкой своего альпакового пиджака вот так показал мистер блум скрестив указательные пальцы наверху пускай до него сначала дойдет мистер блум поглядев вверх и наискось от устроенного им креста увидел землистое лицо фактора похоже у него у легкая желтуха а за ним послушные барабаны пожирающие нескончаемые ленты бумаги лязг лязг мили и мили не намотанный а что с ним будет потом ну мало ли мясо заворачивать делать кульки тысячи применений найдут пробурно вставляя слова в паузы между лязганьем он быстро начал чертить на изцарапанном столе дом ключ чей вот так видите тут два скрещенных ключа и круг а потом имя и фамилия александр ключи торговли чаем и алкогольными напитками но и прочее в его деле лучше его не учить вы сами представляете советник что ему требуется и потом наверху по кругу в разрядку дом ключей понимаете как ваше мнение это удачная мысль фактор опустил руку ниже и теперь молча почесывал нижних ребер суть идеи пояснил мистер блум это дом ключей вы же знаете советник парламент острова мэн легкий намек на гомруль туристы знаете ли с острова мэн сразу бросается в глаза можете вы так сделать пожалуй можно бы у него спросить как произносится это волк глио ну а вдруг не знает тогда выходит поставлю в неудобное положение не будем это мы можем сказал фактор у вас есть эскиз я принесу заверил мистер блум это уже печатала газета килкенни у него и там торговля сейчас сбегаю и попрошу у него стало быть вы сделаете это еще коротенькую заметку чтобы привлечь внимание знаете как обычно торговый патент высочайшее качество давно ощущается необходимость ну и прочее фактор подумал минуту это мы можем повторил он только пускай он закажет на три месяца наборщик поднес ему влажный лист верстки и он молча принялся править мистер блум стоял возле слушая как скрипучие вращаются полы и глядя на наборщиков склонившихся в молчании над кассами на тему правописания должен все на зубок знать как пишется охота за опечатками мартин каннингем утром забыл нам дать свой головоломный диктант на правописание забавно наблюдать без огни без прессе перед т.н. не ставим внутреннее изумление уличного разносчика через с ч внезапно оценивши голову башмаком изысканную татуа n 7 а тут двойное м верно трию осочного грушевого плода заблаговременно в середине о а не а оставленного неизвестным после с надо т доброжелателем у врат некрополя нелепо накручено правда же надо было мне что-то сказать когда он напяливал свой цилиндр спасибо сказать насчет старой шляпы или что-то этакое нет можно было сказать смотрится почти как новая поглядеть на его физию в этот момент у ух нижний талер ближайшие машины выдвинул вперед доску с первой у ух пачкой сфальцованной бумаги у ух почти как живая ухает чтобы обратили внимание изо всех сил старается заговорить это дверь тоже у ух поскрипывает просит чтобы прикрыли все сущее говорит только на свой манер у ух